всем привет парни сегодня будем начинать охотиться на бобрика капканами не на болотах на реке ну на самой реке нет возможности как бы очень неудобная охота потому что берега высоки высоковатые обрывистые вот поэтому будем охотиться на стариках на рукавах так называемых вот какая речушка поэтому нет возможности ставить капканы таких берегах норы берег высокий норы в берегах тоже не долезет поэтому решил охотиться на старика с этим все проще заблокировать входы-выходы ну и внутри если а может внутри не буду ставить еще посмотрю что у нас тут такое вот как я говорил берега высокие так вот эту штуку я не видел что здесь обрушилась бобр сюдой тегается она сейчас похоже что бобрик вылазит вот к этому дереву сейчас посмотрим так палку тут оставлю топорик и пойдем рядом с по следам так вот он след и уходит вон туда так ладно мы последуйте не будем обойдем как-то немного непонятненько свежий не свежий уходит вон там наверно будет самое то поставить капкан под деревом лежащим ладно если вдруг ходит то ходит судой оттуда от реки блин ну что-то подсказывает что блин здесь не свежий там свежий хотя след есть так любом случае вот это место это получается у нас конец этой подковы там заход с водой а здесь я думал тупик ну вот нашел и выход поэтому кольцо у бобра есть я там дальше хотел поставить капкан на выходе из за там водичка есть на выходе из водички но по ходу здесь тоже надо ставить только вот здесь или у берега наверное все таки здесь и вон там под деревом все таки возвращаться можно нужно было конечно и со стороны реки здесь поставить проходной капкан где-нибудь там пониже кто его знает тропа рыбаки по ходу ходят даже не знаю что делать там под деревом под деревьями в кустах не шибко свежий а тут то видно что блин грязью за мазюками ладно сейчас подумаю и включусь уже когда прямо решение где-нибудь буду ставить капкан или здесь или там в кустах так парни решил я все-таки спуститься сюда вниз посмотреть как тут что обстоят дела получше где тут он кудой проходит блять конечно обрыв тут конкретный сюда даже и стать по ходу можно она сейчас попробуем что тут у нас ну это явно рабочая тропа а вот и заход отлично так что парни я о и поперечка лежит стоит так что я здесь и буду ставить капкан сейчас померяем глубина тут какая офигенно офигенно так 25 50 сантов все отлично значит в землю вот столько где-то вот такие и надо шинкануть все отлично 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 а там а там нора супер отличное место отличное место все готовимся так ничего и нарубать не буду но там есть уже обглоданный хворост обглоданный хворост вот и вот и буду использовать осталось как-то туда спуститься так сейчас мне надо для вас ребятки поставить камеру не знаю откуда взять другой ракурс сейчас что-то придумаю заводим и любимые капканчики есть контакт и 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 заход или отсюда отсюда или отсюда заходит сюда и сразу подныривает под этот хворост пошла вниз вот здесь как раз таки и будем ставить капкан голок лишние палочки очистили хорошее бревно отлично еще одного найти офигенный колышек взводим нашего родимого обязательно поправляем предохранитель немножко зажимаются чтобы не мешала насторожка это все они если вдруг будет торчать из воды чтобы не привлекало внимание и бобра не боялся поэтому ставлю я их вверх ногами все капкану уже не прикасаться ни при каких обстоятельствах так 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 вот этот вот вот так сейчас посмотрим можно поглубже так это у нас на дне с одной стороны чуть-чуть повыше сейчас мы его в распорочку пустим вот в эту дырочку вот так вот он будет весь под водой а 22 сюда ему над воду по воде нехер плыть он привык нырять вот пусть и ныряет закреплен он жестко отлично сейчас немножко глубину посмотрим буквально сразу на всю глубину отлично сюда положим палочки которые я руками трогал вот так чисто для профилактики сюда понатыкаем тоже палочек окей Так. Ну вот, монтаж, современная установка. Получается, бобр из реки, из реки сюда заходит, это будет под водой, для него сюрприз, если он придет оттуда, а там старичок, заход в старик. Если придет оттуда, тоже его сюрприз ему, вот, и сейчас я этот старик там с той стороны тоже заблокирую. И, наверное, внутри ничего нет смысла ставить, они все равно курсируют туда-сюда. Я их все буду потиху душить. Поставлю на этот старик, на вход, на выход, или вход-выход, без разницы, два капкана, я их просто заблокирую. Я еще дроном полетаю, ставлю кадровым, чтобы вы представляете этот рукав. Вот, внутри, не знаю, наверное, нет смысла ставить, у меня еще четыре старика впереди, вот, там пятый небольшой, надо все еще обследовать. Ну, я уже так пробежал со глазом, а кинул раньше. Фух, самое главное, чуть не забыл, надо же капкан привязать ради приличия. Так, ну что, идем дальше. Да, конечно, шматья, камера, гемор, конечно. Ну все, ловись, дружище, бобер большой и не маленький. Погнали дальше. Ну и ветрюганище. Идем проверять капканчики. О, привет! Так, ну что тут у нас? О, дружище, бобер. Дружище, бобер. Ну что, будем доставать нашего другана. Ну, судя по морде, такой хороший, хороший. О, дружище. Ох ты. Ох ты. Ох ты. веточку пер вот такой вот красавчик емкий дружище емкий дружище вот такой вот дружище бобер попал в капканчик меня сполим всем привет оценивайте видео подписывайтесь на канал до новых встреч в угодьях а я сейчас наряжу заново капкан и будем дальше ждать еще надо пройти остальные капканы проверить ну а там а там уж как карта ляжет ну тяжелый такой блин килограмм ну блин минимум 20-25 тем более что там блин в яме ходить практически по воздуху блин дружище от до до до